Может ли робот заменить человека, в частности учителя? Насколько эффективно бесконтактное обучение и воспитание будущего поколения? Об этом говорили на семинаре для педагогов в Актёмском лицее. Многие присутствующие в зале учителя, участники открытой образовательной площадки совершенствования методической культуры современного учителя, согласились с тем фактом, что сегодня дети лучше разбираются в современных технологиях, чем многие взрослые. Как совершенствоваться современному учителю, чтобы профессия учителя не стала в скором будущем профессией прошлого? Более ста учителей, участников и победителей конкурса «Учитель года разных лет» собрались, чтобы поделиться друг с другом мастерством. Клуб «Учитель года Республики Саха-Якутия», который объединяет около ста учителей года разных лет Якутии, периодически выезжает на школы, в школы, разные школы, и делится опытом. Дают уроки, мастер-классы и так далее. В этот раз это происходит в Актёмском лицее. И сюда приехали около 20 победителей, абсолютных победителей конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия» разных лет. Технологии технологиями, но опыт и традиции передаются из поколений в поколение, и во главе образовательного процесса стоит учитель. Гость из Москвы, председатель клуба «Учитель года из Москвы» показал коллегам мастер-класс. «Учитель года решает много задач. Он такой многозадачный довольно-таки. Это, конечно, поиск интересных учителей, это трансляция опыта «Учитель года». Это один из самых лучших способов повышения квалификации для учителей, и большое количество учителей, которые принимают в этом участие, как раз этому показатель. Состоялись открытые уроки лучших учителей республики, мастер-классы для коллег и обсуждение методов преподавания. Сарглана Элина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангалаский Улус.